О ремонте подъездов, содержании придомовых территорий и контейнерных площадок, а также плане комплексного благоустройства дворов на следующий год. В администрации муниципалитета прошел очередной форум «Управдом», на котором встретились председатели Советов многоквартирных домов, сотрудники администрации и управляющих компаний. Контролировать уборку дворов в округе в зимнем сезоне теперь будет с помощью специального мобильного приложения. По выставленным фотографиям можно будет отследить, как изменилась территория после работы дворника. Губернаторам дано поручение на уборку дворов обратить особое внимание и вопрос изменится коренным образом. То есть будет отслеживаться работа каждого дворника. Однако у некоторых председателей Советов многоквартирных домов возникли сомнения в успехе инновации. По их мнению, управляющие компании стремятся сэкономить на уборщицах и дворниках. Она одна на 5 домов. Мы от этого страдаем только, потому что уборка страдает. На 107 доме он не убирает. Большой дом, двор большой. И сами российское, и советское 99 не убирали. Двое числятся. Получается 8 домов у одного. И папа уехал, он за папой работает и ничего не сделал. Дворы грязные. Теперь все должно измениться. Контроль за содержанием дворовых территорий будет ежедневным. Чтобы улучшить качество работ, управляющие компании вынуждены увеличить количество дворников и уборщиц, а не наоборот. Мастер выходит, фиксирует неубранный тротуар и дворник начинает работать. Заканчивает работу, мастер подходит, фиксирует, что это убрано, эта задача списывается. Второй по актуальности вопрос, поднятый на совещание, касался вывоза мусора и содержания контейнерных площадок. В объединенном городском округе находятся 353 действующие контейнерные площадки. Каждую из них мы объехали, промерили, посмотрели, где необходимо, что исправить. То есть, что необходимо там сделать, чтобы привести ее в нормативное состояние. Подребности в дополнительных, то есть в новых контейнерных площадках в количестве 82 штук. Остается нерешенной проблема ограждения многих контейнерных площадок, из-за чего мусор разлетается по округе. Надо ограждение ставить везде, где это необходимо, а не выборочно. Потому что очень многие жалуются, что такое 20 метров детская площадка и контейнерная площадка. Это ничего, мусор разлетается во все стороны. Это, понимаете, это антисанитария. Мусорная тема заняла значительную часть совещания. На все вопросы председатели Советов многоквартирных домов получили ответы от сотрудников администрации. Участникам форума «Управдом» представили список дворов, в которых в будущем году проведут комплексное благоустройство. Заметно преобразятся 32 придомовые территории округа. Совещание закончилось подведением итогов конкурса ремонта подъездов. Названы три лучших. Они будут представлять серпухов на областном этапе конкурса. Продолжение следует...